Всем привет, народ, у микрофона мистер Чейзер, вы смотрите мой же Сплэй канал, и вот скажите, вы заценили уже Дюну Спайс Ворс? Вы разочаровались, наверное, да, потому что это была не классическая РТС-ка, а смесь 4Х и РТС. Ну так вот, студия Глип Ворлд специально для вас решила сделать, так сказать, фанатский ремейк классики Дюны 2000, ну или Дюны 2-й. Ну, хочу заверить вас, что этот фанатский ремастер или ремейк под названием Бархан вполне себе может стать успешным, потому что это не какие-то ноунеймы. Эти ребята уже сделали две стратегии, одну они довели до ума, название, если честно, я игры не помню, а вот вторая игра более-менее у них выстрелила. Это бесплатная РТС-ка под названием Вар Селекшн. Ну и сейчас они нам дают в Стиме возможность поиграть в демку своей новой РТС-ки Бархан, которая по сути является фанатским ремейком Дюны 2000. Так, у нас тут есть один демонстрационный уровень, давайте посмотрим. Как видите, здесь есть три фракции, которые по аналогии будут с Дюновскими фракциями, то есть это типа Атрейдес, это типа Харконнины, а это типа Ордеса. В демонстрационном уровне, как видите, нам дают возможность поиграть только за одну фракцию, это Ордесы. Не знаю, против кого сейчас мы будем сражаться. Можно, конечно же, почитать, что разработчики планируют сделать, естественно, будут все три фракции, будут кампании за каждую из этих фракций, будет и мультиплеер вроде какой-то там. Ну, короче, обещают много чего, так что давайте заценим, доглянем, что эта из себя игра вообще представляет в данном, так сказать, демонстрационном уровне. Так, вот она у нас база, сразу он дует поставить электрогенератор, а я и не против. И обогатительная фабрика сразу делается, хорошо, я не против, пусть делается. Так, 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 что будем делать дальше? Давайте казарбы сразу. Отменить, кстати, постройку почему-то нельзя, вот правой кнопкой мышки нажимаю, нифига не работает. Можно только заказать еще, наверное. Так, ну, в принципе, все по классической схеме. Единственное, что, как видите, мы плиты строить не можем. Так, есть у нас пехотинцы, строят 80, тут это, по идее, наши ресурсы, да, 200 из 3000, а это, по идее, наша энергия, плюс 100, минус 100. Ага, то есть мы в ноль вышли, да? Тогда нам надо еще один электрогенератор. Если что, как бы денег маловато. Но здесь у нас, вроде как, Харвестер должен что-то добыть. Анимация, кстати, очень плавная. Приятно выглядит, как для такой низкобюджетной игры, на самом деле. Так, реллипойнты у нас тоже есть, отлично. Реллипочненько. Сколько он, конечно, нам привезет? 500 привез, неплохо. Так, лепим еще одну энергостанцию. Так, смотрите-ка, у нас тут, получается, есть пехотинцы. Интересно, какие еще будут войска? Ну, поймем пехотинцев. Так, можно забабахать завод, и на заводе можно сделать сборщиков минералов. Да, конечно, нам надо больше. А то, если они по 500 этих, чего там, спайса, кристаллов, или что они там добывают. Если все по 500 будут добывать, то этого мало. Так, враги и друзья. О, прикольно, окраска такая более кислотная, зеленая, подходящая, мне кажется, ордосом. Так, обзорная карта есть у нас. Ну, в принципе, пока что маловато, знаете, и биндов, и прочего. Маловато будет. Так, давай, добывай. Точнее, закидывай ресурсы. Пехотинцев, тогда пока я строить никаких не буду. Они, блин, по 80 копеек стоят. Нам надо хотя бы завод и еще, ну, этих, хорвестеров заделать. Хотя бы парочку. Было бы очень неплохо. А то, как-то, знаете, маловато, маловато всего. Тем более, сейчас против нас какие-то там, не знаю, харкодины придут воевать. А они просто задушатся с пехотурой своей. Которая у них, как помните, по дюне довольно мощная. Так, дело сделано. Ага, три цикла у нас есть, которые здесь называются рейнджерами. Сборщики. Опа, делаем. И колесные танки. Против тяжелых целей. Тут, кстати, показывается время, за какое они готовятся. Прикольно. Эх, давай давай быстрее ресурсы. Блин, прикольно. Он таким, как пылесосом втягивает себя. На самом деле, выглядит лучше, чем дюна 2 ремастер, который мы, кстати, видосик про него записывали. Можете посмотреть на канале. Есть у меня видео про фанатский ремастер второй дюны. Мне кажется, вот этот ремастер фанатский намного лучше. Так. Ага. Подожди. В казарме можно раллипоинт делать, а в этом заводе нет. Интересно, почему это так? Ну, да ладно. Сейчас делаем харвестер 1 600. Нам не хватит денег на него, да? По-любому. Тут еще разочеком и ехать. Ну, е-мое. Что-то как-то тут очень долго. У нас, кстати, есть даже задачи какие-то, да? Уничтожить вражеские МСС, защитить свой МСС. 7 сборщиков минералов сделать за 26 минут это надо сделать. Развалить здания древних. Это вот это? Да, это какие-то развалины древних. Какие-то нейтральные здания, которые можно разрушать. Если что-то там будет в них? Может быть. Гнезда песчаных змеи надо уничтожить. Это, я так понимаю, местные типа эти. Место черви. Которые будут уничтожать нашу технику. Если мы будем ходить по песочку, очень неаккуратно. Так, у нас что-то еще есть? Авиазаводы. Техцентр. Невидимые пехотинцы. Новое войскохранилище. Турель. Токсичный газ распыляет. Наверное, из-за того, что мы играем за местных ордосов. Поэтому токсичный газ. Наверное, у других фракций обычная турель будет, ну, просто как стреляющая турелька. И тяжелая турель у нас еще есть. Окей. Так. Все, выгрузил на ресурсы. Еще один харвестер. Давайте сразу отправим его на добычу. И можем, в принципе, те штамповать войска. Давай, например, рейнджера заделаем. И там трех пехотинцев. Посмотрим, как это дело будет развиваться у нас. Два харвестера, думаю, хоть каких-то нам сейчас денег будут приносить. Потому что их совсем что-то как-то вначале мало. О, смотрите, реально три цикла. Что это? Передвижение. Ага. Так. Ну, вот и, в принципе, у нас нуль денег, да? Ну, зато есть кое-какие войска. Давайте прозвалим эти здания древних. Давайте, наверное, какую-то маленькую начнем с него. А то что-то как-то ну это, я не знаю. Тысячи... Сколько? Три тысячи здоровья. А не триста тысячи лет это будут делать. Хотя вы пока что обычно развалины разбейте. Так, окей. Этот выгружается. Может быть, еще взять харвестер? Что у нас там по энергии? Маловато. Двадцать энергии осталось. Я, в принципе, не могу себе позволить сейчас ничего сделать. Турель. Интересно, сколько они энергии халуют? Турели ноль. Ага. Что, серьезно? Подожди, а обычно турель и тяжелый турель одинаковые. По цене. Давайте тяжелую турель заделаем. Почему бы и нет? Так. Сделаем оборону своей базе небольшую. Вот, например, здесь где-нибудь. Да, конечно, знания древних они будут очень долго разваливать. Но их надо, кстати, 100 уничтожить. Я не знаю, как это сделать. Как можно быстрее? Вы знаете, турель нам может помочь. Да. Почему бы и нет? Так. Что еще сделаем? Легкая пехота. Поражет воздушные наземные цели. Угу. То есть они по воздуху тоже стрелять умеют. Давайте, наверное, тогда танчик сделаем. И еще двух пехотинцев. Как-то пока так сделаем. Так, харвестеры пошли уже все закидывать. Противник пока на нас не нападает. Ну и я, если честно, рад этому. Потому что я даже не знаю, кто мой противник. Может быть, это, в принципе, такие же ордосы, как и я. Хрен его знает. Ну, я буду назвать, конечно, здесь фракции дюновскими аналогами. Потому что хрен его знает, как они здесь называются. Здесь нет названия даже у фракций. Так, можно, в принципе, сделать еще один харвестер. 600 стоит. Дорого, но нужно. Нам это нужно. Давайте пехоту. Два-трицикла. Два танка. Деньги пошли, так сказать. О, слушайте, а с них же деньги выпадают. Класса. Значит, разваливаем. Значит, надо это разваливать. Так, здание. Давай, наверное, еще одну обычную троллику влепим сюда. Так, если с них падают деньги, так почему бы их и не делать? Так, сборщик. Давай сюда. Там наши деньги, так сказать. Так, можно уничтожить нашу пехоту. Продать здание и отключить от сети зданий. Ну, слушайте, в принципе, все основные фишки серии дюны есть. Вполне себе. Неплохо это выглядит. Давай еще один, наверное, после, наверное, отурельки. Вот так вот. Еще один электрогенератор. Там реально кислот отурель. Прикольно. Так, разваленных готовы. Ну, деньги из них выпадают. Прикольно. И танки выглядят прикольные. На самом деле, вот мне нравится, что у разработчиков очень неплохо выглядит именно визуал. То есть, с визуальной точки зрения, с игрой нет никаких абсолютно проблем. Выглядит она вполне себе нормально. Так, давай-ка, наверное, что еще так? Так, три циклы выехали. Два танка сейчас выйдет еще, но у нас пока денег не хватает. Так, может быть... Хотя, в принципе, нет смысла, наверное, делать еще эти обогатители, потому что вполне себе они, ну... Им не надо время на разгрузку. Они инстантно это делают, как я понял. Кстати, мне нравится, что правой кнопкой мышки можно зажать и указать формацию. То есть, как они будут строиться, где, куда будут стоять, смотреть. Прикольно сделано. Как в современных РТСках. Так, еще танк выехал. А вот то, что ралли-поинта нет у этого военного завода, это плохо. Это минус. Так, можно еще тогда один сборчик заделать. И потом потихонечку упороться, наверное, может быть, в авиазаводы какие-то. Авиацию поделать. А почему бы, собственно, и нет? Так, одним трициклом, кстати, можно сделать разведочку. Тут, видите, тоже есть постройки всякие. Песочек, скалы. Короче, это, ребята, это Дюна. Это официально новая Дюна. Если вы хотели от Дюны Спайс Ворс РТСки, то вот она. Она называется Бархан. Так, тут камушки. Интересно, где враги? Наверное, копят свои силы, так сказать, чтобы напасть на меня всей своей... Всепоглощающей мощью. Так, сейчас заделаем еще один Харвестер. Ну, выгружайся. О, ну, потупливает немного, да, есть такое. Немного потупливают. Еще, как видите, сверху такая, это, окошко обвысочивается, типа, данные загружаются или что-то такое. Есть свои небольшие тут траблы. Ну-ка, ты выгрузишься? Да, этот выгрузился, все нормально. Так, деньги пошли. Спайс, как говорится, мастфлоу. Так, авиазавод. Есть у нас истребитель. Угу. 400 стоит. Давай две штуки сделаем. А у него ралли-пойнты. Нет, стоп, это сборщик. Ты иди собирай. А я хочу авиазаводу ралли-пойнт сделать. Не, у него тоже нет. Только у казарм здесь ралли-пойнты есть. Давай еще четыре пехотинца пусть будет. Пока что мы играем в экономический симулятор, так сказать. И нам надо еще энергостанции. Мало у нас энергии. Недостаточно энергии, билорд. Так, ну я так понимаю, враги, наверное, на противоположном конце карты. По логике вещи должны быть. Сейчас мы еще тут потревожим местного червя. О, кости. Точнее, извините, не червя, а змеи. Змею. Песчаная змея. О, а вот и она. Понял. Хорошо, сюда, значит, не ходим мы. Сюда мы больше не ходим. Я вас прекрасно понял. Так, самолетик выехал, да? Истребитель. Ну истребители, я думаю, не сожрут. Ну, кстати, разведку надо классно делать. Хотя он медленный. И без крылышек. Присущих дюновским авиациям. Так, что еще делаем? Ага, у нас энергостанция готова. Надо еще одну делать. Они сколько дают? Нас атакуют. Кто? Ух, ё. А вот кто-то нападал. Вроде красненькие. Так, парни, занимаем оборонную формацию. У нас готовы влетать враги. Так, еще электроэнергия. Хорошо. Давай, наверное, еще турельку. Опа, понеслась, моча по трубам. Вперед атаковать. Так, турели работают. Надеюсь. Бомбардировщики вроде красные. Наверное, ордосы. Да, слушай, похоже на ордосов. Прям очень похоже на ордосов они. Ну, красненькие же, да? Логично. Так, хорошо. Первую атаку мы сдержали. У нас, в принципе, вообще-то задача уничтожить врагов за определенное время. Но кого это волнует? Так, пехотинцев как-то, знаете, маловато по разнообразию. Давайте еще вот так заделаем. И вот так. Пусть строятся войска. Так, турельку еще одну сюда давай влепим. И надо, наверное, бы заделать техцентр. Да. Там, наверное, какие-то новые виды юнитов будут. Так, погнали. Что ж тут? Песочек. Давай мы сначала разведываем. Можно ли там вообще пройти? Потому что по песку как-то опасненько. По песочку опасненько ходи. То есть сейчас черви... О, вот и они! Охренеть. Сразу два. О. Логово песчаных червей. Ну, извините, песчаных змей. Да, да. А их, получается, можно уничтожать. То есть, если их уничтожить, то, наверное, их количество и уменьшится, да? Ну, я так понимаю, это так и работает в этой игре. О, вот и база врага, походу. Да, да, да. Турельки. Ого, ни хрена себе. Ваншот. Жестко. Так, ребята. Грубируемся здесь. Врагов тут прям достаточно будет. Мы хотя бы базу их обнаружили. Ну и логово по округе всякие валяются. Так, харвестеры работают. Не может не радовать. Надо, наверное, еще одного заказать, да? Да, думаю, нам еще один харвестер вполне себе пригодится. Жалко, конечно, вот это вот, ралли-поинтов нет. Очень не хватает их в военных заводах и так далее. Вот казармы, да, вот на тебе ралли-поинты. Удобно. А тут правая кнопка мышки нажимаешь, ни хрена. Так, авиация, наземная виска. О, кстати, удобные кнопочки. F2, F3. Прикольно. Не, разработчики молодцы. Пока что то, что я вижу, мне очень нравится. Игру я пипец сейчас жду. Жалко, она выйдет только в 2023 году. Но, надеюсь, они потратят это время не зря. А, сделают прям реально хорошего наследника Дюны. Так, минометчиков нам открыли. И все. А, техника. А может быть технику какую-то нет там, эти, девиаторов каких-то? Может девиаторов нет? Разработчики. Я бы хотел девиаторов. Добывай ресурсы. Они как немножко подтупили и ресурсы не добывают. Или мне кажется. Может анимации нет. Так, ну ладно, купим войска. Сейчас попробуем напасть на врага. Так, мне, если честно, уже хочется поиграть в финальную версию игры. Вместе с Харконинами, с Вордасами и так далее. Было бы клево за этим понаблюдать. В техцентре даже улучшение никаких делать нельзя. Типа вот, у тебя есть открытые войска здесь и все. Вот ими и пользуйся. Так, а тяжелый пехотинский, кстати, реально с... Такую херню на спине. Так, давайте снесем какую-нибудь еще одну из построек. Деньги получим как раз. Там хотя по соточке дают, но все равно. Деньги есть деньги. Капитализм, ебкарный бабай. Так. Харвестер выехал. Давайте его сразу отправим на минералы. Ну, они здесь называются минералами. Я думал, это, конечно же, спайс, но да. Это минералы. Интересно, а как вот отреагируют эти... Лицензиаторы, то есть те, кто владеют правами на дюну? Или если игра не выглядит как дюна, но у нее очень схожее все, типа, это нормально, да? Мне вот интересно, как это будет работать вообще в перспективе. Типа, вот ты делаешь игру, которая, ну, вот один в один дюна. 2000 или дюна 2. Как на это лицензиатор отреагирует, мне это интересно. То есть тот, кто владеет правами на франшизу. Или, типа, если ты не называешься дюной, там, Ортасами, Харконнинами, Атрейдосами и так далее, там, Фрименами и прочее, то все нормально. И Спайс Пайсон, и Песчаные Черви и Змеями называешь, то, типа, все норм. Ну, я правильно понимаю, это так работает, типа, в капиталистическом мире? Или нет? Если это так работает, то я рад. Тогда таких фантастических проектов по дюне будет намного больше. Это будет клево. Ну, и, кстати, цвет какой-то голубоватый, видите? Если цвет союзников взять, то цвет другой у них. То есть это не совсем Ортасы, это, получается, я их сделал Ортасами. Ладно. Так, Харвестеры прям капитально поперли добывать ресурсы. Ну, и не может не радовать. На моих очень много надо. Сейчас попробую штурмануть врага. Правда, здесь нет какой-то безопасной точки. Типа, как нам доехать, понимаете? Типа, вот мы едем, и все, по песку надо, по пустыне. А везде эти чертовы черви. Ну, и змеи, да-да-да, змеи, змеи, точно. Точно, как это может быть, это змеи же. Так. Ну, получается, дело у нас такое. Сейчас попробуем влететь в противника. Может быть, как-то... Давай пока авиацией пролетимся. Чисто разведаем. У них, кстати, даже у юнитов озвучка есть. Что не может не радовать, опять же, да? И музыка на заднем фоне. Блин, слушайте, так игра практически готова, если так вот подумать. Единственное, что нам дают в эту демку поиграть всего лишь 30 минут, но, тем не менее, игра почти готова. Так. Ну, так вижу, тут вход один к врагу, да? Блин, капец, он бахает больно. Так, ну попробуем проехать. Я, конечно, очень скептически настроен по этому поводу, потому что сейчас, скорее всего, как... Вылезет. О-о-о-о, вижу, вижу. Вижу, вижу, вижу. Слушай, такой сейчас полуармии моей сожрет. А что я смогу сделать? Правильно, ничего. Они пошли Харвестеров моих кушать. Защищайте базу, защитите Харвестера. Кого мне защищать еще, черт подери? Все против всех. Какой же ужас. Войска. А, да, блин, тут куча танков стоит, ребят. Харвестер, спасайся, кто может. Так, тут один чувак остался с какого-то хрена. Парни! Вперед! Дефаем базу. Давайте какую-то турельку тяжелую здесь влепим тоже. Блин, конечно, то, что черт идет и валит половину твоей армии, это не очень весело. Ну, что поделать. Так, ну хорошо, то сейчас более-менее дефаемся. Так, найдем турельку. Турель ПВО, кстати, у нас открылась. Ага. То есть у нас есть обычная турель, турель более крутая и турель ПВО. Блин, у них огнеметная... Блин, танки, охренеть. Просто танки. Мега турели. Офигеть, а как их победить вообще? Вон, черт там все хавает. Слушайте, это их тут как-то многовато, вам не кажется. Смотрите, какие танки жесткие гоняют. Огнеметная, как будто с Вархаммера. Нет, заруба, конечно, знатная. Ээээ, надо Харвестеры убрать. Да, блин, а как их отсюда убрать из выбора? Мне ни нафиг не нужны. Так, ПВОшка. ПВОшка готова. Тяжелая турель. Все, ПВО должна работать. Ну, тут, короче, всех развалили, да. Тут все готово. Короче, штурм был очень неудачный, как я вижу. Так кто атакует базу-то, е-мое? А, понятно. А вы не атакуйте по воздуху, да? Парни, нужна помощь. То есть они не стреляют по воздуху. Этот летает говнюк и стреляет по нам. А наши ничего сделать не могут. Так, давай вот так. Турель ПВО. Ну, я так понимаю, мы сейчас уже, получается, ничего не сделаем. В каком-то плане. Все, а ну-ка, бейте эту скотину. Так, танки. Блин, а реально, вот чем мне воевать? У нас же, ну, нет возможности. Так, а чиниться можно? Да, можно. Вот, получилось. Появилась иконка починки. Только она почему-то нихрена не работает. Эх, демо-версия. Есть оболочка. Но всего остального не хватает. Так, бомбардировщик. Ракета, которая вообще к этой херме занимается. Е-мое. Теперь они к нам пришли. Ну, так смотрите, они нападают на нас квадроциклами. Не, ну, как-то танками атаковать, даже не знаю. Такая себе перспективка. У них танки мощнее. Это ж типа, эти, Харкунины, получается. То есть, они намного сильнее в каком-то плане. Так, авиация. Давай тяжелую турельку. Смотрите, он еще с фланга, с фланга заходит. Мерзость такая. Это что, огнеметный танк? Ну, получается, по танкам урон у него слабенький, да. Слушайте, а что с бомбардировщиком? В чем проблема его убить? Так, Харвестер у нас один стоит. Тупит. И нифига не делает. А Харвестеры, кстати, у нас закончились. Их все поучтожали. А, не, ступо, они живы. Ну, пусть еще будет парочка. Блин, один огнеметный танк у меня тут вся армия убить не может. Офигеть. Тут, нам не кажется, либо есть какой-то дисбаланс в плане фракций. И у Харкунинов что-то как-то слишком большое преимущество. Ну, прям пипец какое тотальное. То есть их базу, как, я даже не знаю, штурмовать. Надо как-то попробовать, получается, разведчикам. Вот тобой, например, съездить вот сюда. Ну, вот как-то так. Ну, да, есть тут с этим проблемка определенная. Есть тут с этим определенные проблемы. Туда доехать? Ну, я не знаю, может, у тебя получится. Блин, вот реально, как тут, блин, проехать? Вот везде эти песчаные змеи, получается. И проехать нет возможности. А, ну или есть возможность. Блин, а интересно, можно ли будет тут как в дюни, ну, типа, скормить там пару техники какой-то своей? О, это что такое? Турель? Что-то за бериск. Монумент, охренеть. Это что, нодовцы тут? Они тут что, забыли. А что он делает? Он защитный? Да, он, получается, защитный. Офигеть, это они, получается, через вот эту вот площадь построили. Слушайте, так реально, как у нодовцев монумент? Мне больше даже за харкунинов хочется поиграть, они офигенно выглядят. Ну, дали за ордовцев поиграть, а на этом спасибо. Так, получается, можно как-то вот здесь вот проехать. Ну, как-то, да? Тут вон монументы стоят, и все. Короче, спад ветреной проехать как-то особо не получится. Обидненько, конечно, ну ладно. Дамка у нас скоро закончится, получается. То есть, вот, 8 минут осталось. В принципе, наши войска единственное, на что способны, так это развалины уничтожать, я так понимаю. И все. Так, денег нет, но вы держитесь. Это мы умеем. Только этим и занимаемся. Терпила мод активейт, так сказать. Так, добавляем ресурсы. Здесь они ресурсы все выкачали. А это, получается, жила, да, ресурсная? То есть, откуда у нас эти кристаллы появляются? Ну, приблизительно. Так, сейчас они развалины и уничтожены. Так, слушай, мы эти задания, получается, ну, никак не сделаем. Только сборщиков генералов 7 штук сделаем, и все. Так, вот, 5 у нас их. А надо 7. То есть, сейчас надо еще одного. Так. Хорошо, здание уничтожено. Молодцы, вот это вот прям качественная армия. Ремонт не работает. 410. И все. Да, ремонт пока не работает, обидненько. Так, ну тут из-за зданий вы не можете проехать до ресурсов, и хрен бы с ними. Так, давай. Нужна добыча минералов, парни. Нам нужны эти ресурсы. Вот хоть убейся. В чем проблема там проехать? А, вам вышка мешает. Турель ПВО. А ее продать нельзя, прикол, да? Это продать можно, а турель продать нельзя. То есть, наша техника застряла и не может проехать. Класс. Ох, это физика, так сказать. Ну вот, одну миссию мы выполнили, зашибись. Так, на самом деле, в технике авиации не вижу вообще никакого смысла. Потому что вот эти воздушные юниты, они абсолютно бесполезны. Ну, как по мне. Так, будем ли мы нападать еще на противника или нет? А, ну они будут на нас нападать. Вот мы ответили на вопрос. Капец, их там ломится, мама родная. Парни, давайте отойдем. Офигеть. Авиация? Почему у них правильная авиация? Режим невидимости можем вырубить. Опа. А, это пехоти, да? Так, пусть турельки работают. На личном кислотой какой-то умеет плеваться. Вот пусть плюются. Так, танки еще прутся на нас. Ну, там турель должна помочь, по идее. Так. Тяжко, тяжко нам. А невидимость навсегда или как? Или они просто в режиме невидимости. Это когда я могу одной пехотой завалиться и все развалить. Ну, по идее. Так, хорвестеры присосались к этой жиле. Это логово. Что за логово? Хотелось бы мне знать. Не совсем пока понятно. Так, это танки. Ну, танки обычные у них такие, классические 900. Хотя, подожди, у них больше. У них хп-шки больше. У наших 600, а у них 900. Как-то вам не кажется, либо это немножко нечестно? Так, хорвестеры сейчас пачки мне денег притащат. Увух, как будет классно. Так, ну, в принципе, это все, что мы сейчас пока можем. Кучу танков, наверное, сейчас сольем, да? Пока доедем из пункта А в пункт Б. Тут еще сейчас сольем какое-то определенное количество. А можем ли мы как-то вот сюда реально заехать? Мне бы вот сюда добраться. Было бы классно. Ну, че, парни, кто доберется, тот молодец. Кто нет, тот лох. Как говорится, survival of the fittest. Так, причем, понимаете, ну, ты ничего не сделаешь. То есть, он атакует этот червь, тире змей, и все. Ты по-любому какую-то часть войск теряешь. Вот, к сожалению. Так, а танки еще вообще тупят. Ну, пехота, ладно, она пройдет, да. А вот танкам надо спейса немножечко, пространство. Ну, или нам не нужны танки, тоже как вариант. Короче, проблема тут с этим делом. Ну, игра в демки, как я сказал, да. Поэтому пока что на какое-то большое, мега прорывное нечто надеяться не стоит. Ну да, танки вон, поехали по своим делам. А танков свои дела, им насрать. Вообще, похер, че тут происходит. It's coming. Что там, it's coming? О, сборщика. Можно их сборщика развалить. Отрезать их от источника денег. Так, ну там червь нас развалил. То есть, вся армия сдалась на червю. Так, мега турель. Ну, да, да, да. Типа вообще смысла нет как-то, знаете, до базы врага ехать, потому что червь всех убьет. Тут еще вот эти вот монументы, охренеть. На их, так апельс, вы смотрите, надо как-то, ну, количество этих червей уменьшать. Это просто жопа какая-то, смотрите, что они сотворили своей армией. И просто нет. Ну, зато мы уже посреди на их заводы. Но вообще на дизайн, очень классно выглядит. Офигенно. Это все, что мы можем делать. Смотрите издалека, так сказать. Потому что ордосы довольно слабенькие. Не, ну на самом деле здесь есть проблемка в том плане, что, видите, черви тупо всех жирают. Надо как-то их, ну, меньше делать. В принципе, наверное, доигрывать мы не будем. Я вижу, здесь супероружия какого-то нет. Ну, кстати, есть горячие клавиши. Своих бездельников, назначить юнитов, чат. Зачем чат? С кем переписываться с ботом, который будет над вами смеяться? О, кинематографичная камера. Прикольно. Ну, на самом деле это, наверное, все, да? С игрушкой Бархан. С ее демо-версией, которую вы тоже можете скачать и в нее поиграть абсолютно бесплатно. Вот у нас есть, кстати, три циклы у Ордосов. Какие-то три циклы у Атрейдосов. И квадроциклы у Харконнинов. То есть, видите, три фракции все в игре вроде как есть. Но дают поиграть нам только за одного. Поэтому на релизе, конечно же, ждем все фракции. Потому что будет и сюжетная кампания, и будут обычные матчи, как против Ии, так и в матчах с игроками, да? Карты генерируются, просмотры, эти повторы будут просмотров и так далее. Редактор карт будет, это тоже клево. Больше войск и технологий, технологии невидимости, отравление ядом, визуальное улучшение. Короче, разработчики обещают много что сделать. А я как сказал, они сделали игру War Selection, которая правда в раннем доступе, но, тем не менее, она довольно неплохо себя зарекомендовала. Так что, я надеюсь, Glyph World сделает того самого наследника серии Dune, которого мы ждали с анонсом Dune Spice Wars. И в который, к сожалению, многие разорщировались. Потому что, ну, многие Dune и Spice Wars ждали именно RTS, а получили 4X RTS, что немножко другое. И вот как раз-таки нишу RTS проектов по Dune должны загладить Glyph World со своей игрой Barhan. Пока что игра сырая, но, надеюсь, в следующем году, когда она выйдет, она будет намного более отполированной. С всеми вот этими вот обещанными штуками-дрюками. Как-то так. На этом все, ребят. У микрофона был любитель Spice и песчаных червей, Мистер Чейзер. Если тут впервые подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, лайкайте, комментируйте. Ну и не забывайте переходить по ссылке в описании в группу в Дискорде, в ВК нашу группу. Ну и следите за обновлениями этой игры Barhan. Если будут какие-то новые контентные улучшения, обязательно у нас на канале выйдет видос про это. На этом все. Всем удачи. Всем пока. Еще увидимся, ребят.